Семь лет и десять месяцев тюрьмы. Именно к такому наказанию приговорили жителя села Михайловки за нападение с ножом на таксиста. Инцидент произошёл в декабре прошлого года. С тех пор велось следствие по статье «Разбой в крупном размере». В ходе следствия было установлено, что в ночное время 60-летний водитель такси, выполняя заявку, подвозил молодого человека. Остановившись около дома на улице Суворова, клиент стал расплачиваться, а затем достал нож, напал на водителя и ранил его. Спасаясь, потерпевший покинул салон, а злоумышленник скрылся с места происшествия на автомобиле таксомоторной компании. Таксист попал в городскую больницу. Медики сообщили о случившемся в полицию. Начались поиски подозреваемого. Автомобиль с повреждениями этой же ночью обнаружили недалеко от места происшествия. В машине сотрудники ОВД нашли нож со следами крови, а также отпечатки обуви и пальцев рук. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали мужчину, подозреваемого в совершении корыстно-насильственного преступления в районе железнодорожного вокзала города Уссуриска. Задержанным оказался ранее судимый 23-летний житель села Михайловка. В отделе полиции мужчина признался в содеянном, пояснив, что совершил преступление, находясь в состоянии опьянения. В отделе полиции задержанный во всём признался. Сказал, что совершил преступление, потому что был пьян. Пока шло следствие, мужчина находился под стражей. В итоге суд признал жителя села Михайловки виновным. Теперь почти 8 лет он проведёт в исправительной колонии строгого режима. Виктория Калинина, Телемикс.